Сделать техобслуженную систему охлаждения, поменять термопасту, поменять жесткий диск, заменить оперативную память либо добавить, поменять сидером. Первое, что делаем в работе с любым ноутбуком, снимаем батарею. Флажки разводим в разные стороны батареи под себя. Сейчас мы выкручиваем все болты, которые видим в этой крышечке. Я вот не помню, я ее уже откручивал, на всякий случай еще. На примере этого видео покажу основные принципы, которые важны. Так, крышку снимаем, здесь вот завесенец есть. Тут вот как бы он без полного разбора, можно вот отдельную часть вот эту снять, где сама система охлаждения, вот этот радиатор, вентилятор и так далее. Если нужен весь разбор, то как бы нужно по своей конкретной модели смотреть. Значит, основные принципы. Первое, это вытащить батарейку. Второе, обязательно открыть, снять систему охлаждения, аккуратно, не шатая ничего, чтобы не исколоть углы чипа. Вот, вытащили питание кулера. Теперь, общий принцип для всех по жестким дискам. Они крепятся там на четырех, на двух болтах, вот этот на одном. Вот здесь он язычком прикрыт. Один болт. Его выкрутили. И почти для всех ноутбуков одно и то же. В сторону противоположного крепления. Потянули за... Оп, и диск выйдет. Так, также у всех жесткий диск, в принципе, также одинаковый. От двух до четырех болтов. Вот эти салазки, они снимаются, диск вытаскивается. Новый диск на его место ставится, четыре болта закручиваются. То же самое с ССДшкой и так далее. По Wi-Fi, по Wi-Fi принцип также у всех одинаковый. На одном, либо на двух болтах, болтах, ну, в основном на одном болту. Выкручиваете, антенну отсоединяете, запоминаете, либо подписываете, где какой был, белый, черный. Wi-Fi поднимаете, вытаскиваете. Оперативка. Оперативка также у всех одинакова. Две скобы железные. В разные стороны их развели. Оп, и оперативка поднимется. Также обратно вставили. И вниз защелкнули. Как выбрать оперативку, добавить ее, там, лепнять или еще что-то. Берете свою, идете с ней в магазин, показываете продавцу, говорите, что мне нужна такая же, только большего объема. Чтобы не гадать, как у вас там, DDR1, DDR2, DDR3 и так далее. По частоте они еще различаются. Берете нужную вам, насколько хватает денег и так далее, ставите и защелкиваете. По системе охлаждения вернем. А, по сидерому еще, по сидерому. Сидером также почти у всех крепится всего одним болтом. Обычно он подрисован, такой значок диска. Здесь вот ничего не подрисовано, но я вижу железный хвостик, который, в принципе, здесь не уместен. Вот этот один болт мы выкручиваем. И сидером вот так ногтем. Оп, сидером вытащится. Надо обратно также его. И одним болтом прикручиваем. Оп, до конца. Также вот здесь есть болты. Не знаю, будет видно на видео, нет. Здесь подрисовано значок клавиатуры. Вот он держит клавиатуру. То есть клавиатуры не снимешь, пока вот этот болт не выкрутишь. Не у всех она снимается через верх. Так, с этим все снимем систему охлаждения. Смотрим все болты обычные. Четыре на процессоре, четыре на видеочипе. Бывает, вот различают, здесь у нас три, то есть треугольником. И два здесь. Они подписаны. Один, два, три бывает. Четыре, пять. Вот в этом же порядке снимаем их. Они у нас на пружинках. Они могут даже не вытащиться, остаться там. Только услышим хруст, что они выкрутились. Аккуратно, обратно, когда ставим, давить не будем, чтобы углу чипа не скосить. Так, и с радиатора видеочипа, либо моста. Все зависит от модели. Открутили все болты. Смотрим, чтобы вот этот черный радиатор, у него бывают еще свои болты по краям, тоже от одного до четырех. Чтобы они не были прикручены, потому что они прикручиваются к основной плате. Так, здесь посмотрели, у нас ничего не прикручено. Вот, по-моему, пятый я еще не открутил. И пробуем поднимать. Аккуратно, ни на что не давим. С этой стороны подняли и выводим его оттуда. Оп, и он вышел. Тут вот будет видео подчетче. Может быть, рассмотрите, что система охлаждения грязная в усмерть. Здесь внутри будет целый войлок. Сейчас я вам его ближе покажу, если разберу. Так, по термопасте. Термопаста, мы видим, коричневая, значит, заводская, потому что редко инженера сторонних мастерских серую наносят, которая дорогая. Обычно наносят белую. Ее надо обязательно стирать. Вот я ее даже пальцем трогаю, она сухая. Ее стираем какой-то салфеткой, мягкой, либо тряпочкой, которая не оставит следов, которая не поцарапает нам чип. Это вот, в данном случае у нас это процессор. Царапать их нельзя. Либо салфеткой, либо тряпкой следов не оставлять. Пылесосим вот эти остатки. Железом сюда не лезем. И если что-то надо, то ватной палочкой дощищаем, если где-то не подлезли. Если термопаста не счищается, только если она не счищается вообще никак, тогда капнуть чуть-чуть растворителя ватной палочкой и стереть. Она поможет удалить старую термопасту. Аж бывает на старых мулбуках она засыхает до такого состояния, что уже ничем не стирается. Так, это я сейчас дочищу, чтобы ваше время не тратить. Так, ноутбук мы убираем. Он нам пока не нужен будет. Берем отдельную систему охлаждения. То же самое делаем с радиатором системы охлаждения отдельно. Убираем термопасту. Убираем термопасту. Если есть термопрокладка, толстая такая, на резинку похожа, ее не меняем, ее не удаляем. Она долговечная, ее смысла менять нет. Тут вот на ней видим, нет термопасты на радиаторе. Тут должна быть термопрокладка. Ее, конечно, может и не быть, но когда радиатор касается чипа без термопасты или без термопрокладки, нужно быть только аккуратным, чтобы не было никаких сколов при установке и снятии. обуви тут вычистим, потому что они нам нужны будут чистыми. Все должно быть чистейшее. И разбираем сам радиатор. Тут отвертка у нас чуть поменьше будет уже, чем тут та, что мы использовали. И снимаем тут несколько болтов. Верхнюю от нижней части на всех ноутбуках либо запаянными, либо болтами крепится. С запаянными особого смысла нет разбирать. Стараемся пылесосом подлезть и вытянем всю грязь оттуда. Но если есть возможность разобрать, то разбирать обязательно. Все части, которые отдельно у нас, это сам ноутбук, верхняя крышка, какие-то CD-ROM и так далее. Все, что снимаем, даже жесткий диск, также чистим от пыли только пылесосом. Где-то дорабатываем, где не подлазим, дорабатываем кисточкой. У нас вот скотч на эту сторону залез. Мы его разрежем. Он нам особо не нужен после всей процедуры. Скотч удалили и разводим ее в разные части, чтобы посмотреть содержимое. Вот он, даже намека. На дырку в системе охлаждения нет. Тут вообще он радиатор должен быть вот такой же. Прозрачный причем. Тут он совсем не прозрачный. Сфотографируем, чтобы было какое-то доказательство, что ему тут капец был. И чистим. Также пылесосом и дорабатываем кисточкой. По самому кулеру. Кулер бывает съемный, разборный, неразборный. Вот этот слегка на себя тянем. И снимается он. Чистим его отдельно. Туда внутрь, конечно, лезть нельзя, но в таком состоянии придется аккуратно все это продуть. Чтобы геометрию не нарушить, туда никакими предметами лишними не лезем. Если есть чем смазать, какую-нибудь силиконовую смазку или маслом специальным, то капаем сюда и капаем на штырь. И ставим. Здесь он крутится хорошо. Мы смажем только чуть-чуть и пропылесосим. Будет все хорошо. Если он плохо крутится, уже прям заклинивает, видим. Проверить можно вот так вот крутануть. И он, если заклинивает, он сразу останавливается. Здесь он еще делает обратное как будто движение. Значит, еще он чуть-чуть поживет. Но смазать все равно смажем. Смазывать после того, как полностью почистим. Чуть-чуть все-таки почистим магнит. Прям чуть-чуть, без усилий. Просто, чтобы убрать грязь. Е-мое. А может, это вообще капец. Так, конечно, делать нежелательно. Если вентилятор начал шуметь, еще что-то такое. И делаете кому-то, то лучше его менять. Капаем чуть-чуть смазки. Специально. Покупается отдельно. Вот сам этот штырь. И прям маленькую-маленькую каплю внутрь. Вот так, без фанатизма. Если будет много, если будет много, то он наберет пыль. Прям чуть-чуть такого. Крутится отлично вообще. Будет очень хорошо. И закрываем. Закручиваем болты. Которые снимали. Если на какой-то определенной модели такой бывает, вот этот скотч отдирали, чтобы отделить, то нужно какой-то новый наклеивать. Такой же. Ничего не передавливаем. Все. Прикрываем. Наносим термопасту. Термопасты оригинальной у нас, конечно же, нет. Обычная КПТ-8. Сейчас со временем она себя хорошо показала. Прям на радиатор прям маленькую каплю. Маленькую. Вот. А остальное на чип, который в самом ноутбуке. Чтобы это все дело разнести, я вот использую, к совету более опытных мастеров, пролоновую штуку, которая размазывает термопасту по радиатору. То же самое надо будет сделать на чипе. Так, здесь необязательно. С фанатизмом. Сам молотбук берем. Крышку снимаем. Ставим назад сейчас вот так, чтобы получше было видно. Здесь мы все закрутили. Провод у нас проведенный. Ставим назад. Просто примеряем, не устанавливая. Здесь и здесь. Вдруг, если забыли, где именно у вас стоял радиатор. Все пыль сниздули. Прям по маленькой капле. И этим самым поролоном разносим. Нет поролона, просто вот самим тюбиком аккуратно. Делается очень тонким слоем. Без фанатизма. Но чтобы не было пробелов. Термопаста нужна для теплоотводности. И чтобы поверхность радиатора не касалась чипа. Голого. Голого радиатора, голого чипа. Устанавливаем. Вот в нашей конкретной модели мы его продеваем туда, внутрь. Внутрь продеваем. Ставим. И прикручиваем. Прикручивать. Значит, если у нас 4 болта, то мы прикручиваем по диагонали. Оп-оп-оп-оп. Слегка наживили, не затягивая. Просто слегка наживили, чтобы он просто стал на свое место. Здесь у нас, так как не по диагонали, здесь треугольник, мы вкручиваем по порядку. 1, 2, 3, 4, 5. Вот. Здесь у нас по цифрам. Все, мы наживили, то есть он встал на свое место. И можно закрутить. Почему нельзя? Не по очереди, а по диагонали надо. Потому что, чтобы не сколоть углы чипа. Сильно не затягиваем. Просто до упора. Без фанатизма. Также точно эти. После того, как закрутили, самое важное не забыть в любом ноутбуке, это воткнуть вентилятор, кулер, система охлаждения. Посмотреть, чтобы все провода были воткнуты. Когда снимаем за провода, не тянем. Тянем лишь за углы. Ну, в принципе, все. Отставим жесткий диск. Если хотим новый, не хотим новый, значит ставим этот. Закрываем крышку, пользуемся. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok